Услуга «Няня на час» становится все более популярной у молодых родителей, причем зачастую воспользоваться ей можно совершенно бесплатно, к примеру, в Вилейской библиотеке. В Солигорске за детьми смогут присмотреть в местном социально-педагогическом центре. Специалисты ожидают, что пик спроса на услугу придется на время летних каникул. Талутские техники ткачества могут пополнить список историко-культурных ценностей Беларуси. Уникальные изделия ручной работы создают на Вилейщине уже сотни лет. Наиболее распространенными объектами культурного наследия региона называют создание поясов путем плетения узлами и технику создания так называемого «витого пояса». Мы спросили у белорусов, для чего, по их мнению, необходимо сохранять культурное достояние страны. Тут наши потомки все-таки знали свое прошлое, своих предков. Когда приезжали, может, из каких-то других стран, смотрели как-то на нас, чтобы, ну, смотреть, какая хорошая страна, все культурно, все хорошо, будем еще приезжать. Будущего поколения, конечно, они должны это в самых мелочах, пускай даже это незначительно кажется, а все равно это должно быть и в памяти, и чтобы они передавали и дальше, и дальше. Когда ты ценишь то, что было раньше, к культурное наследие, ты будешь и в настоящее время относиться с добротой и к людям, и к всему произошедшему. Для того, чтобы гордиться этим хотя бы. Человек, не помняющий своего родства, это неполноценная личность. Надо знать историю, надо знать настоящее и сохранять. Проще всего продать готовый бизнес в Минской области в сфере производства и услуг, а вот объекты торговли на рынке в переизбытке. В столичном регионе потенциальному покупателю готовы предложить агротуристический комплекс, салон красоты и даже производство гвоздей. Главное, советуют юристы, тщательно проверить документы перед покупкой. Как можно получить субсидию на оплату коммунальных услуг? Неработающие пенсионеры и люди, получающие пенсию по инвалидности, субсидии на оплату коммунальных услуг получают выявительным способом. Автоматизированная система сама проводит анализ данных о том, какую сумму получает гражданин и сколько он платит за коммуналку. Если сумма составляет более 20% дохода горожанина или 15% сельского жителя, предоставляется безналичная субсидия, которую начислят непосредственно поставщику услуги. При заявительном способе граждане с низким доходом должны написать заявление в исполком по месту жительства. За три месяца минувшего года субсидии получили более 400 домашних хозяйств в Минской области. В зависимости от дохода их размер составил от 3 копеек до 51 рубля. Млынбай. Новости достойные внимания.